Спасибо. Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании. Мы встречались 31 января в её начале, и сейчас результаты известны. Все мы ещё раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали, именно нам все вместе. Потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру. На Донбассе, на Новороссии это требовало особого характера, мужества. Я бы не побоялся этого слова личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу. Но, конечно, после мероприятий подобного рода и после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем, и, главное, к тому, о чём мы говорим в качестве наших планов, это требует, конечно, возлагает, во-первых, реально большую ответственность. Даже, знаете, как-то немножко чувство, не тревоги, но чувство ответственности, конечно, оно многократно возрастает. Потому что, конечно, люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чём мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Они так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете, основные, во всяком случае, его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами. Почему совместно? Потому что здесь люди, которые сами добились больших результатов в том деле, которому посвятили свою жизнь. И я очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих – в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. Ну, в общем, по всем направлениям, с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу родину, Россию ещё более крепкой, ещё более привлекательной и более эффективной. У нас для этого всё есть. Самое главное – есть воля российского народа. И эта воля достаточно ярко была проявлена в ходе избирательной кампании и в её результатах. У нас есть необходимые ресурсы, есть хорошие признанные мировые школы. Но, конечно, по каждому из направлений, которые мы обозначили в качестве приоритета развития Родины, нужно много сделать. И я очень рассчитываю на созидательный труд, на инициативу, потому что даже просчитанные и финансово обеспеченные направления развития, они всё равно требуют творческого подхода. Они требуют отдачи, личной отдачи от всех, кто работает на благо Родины и на достижение результатов, которые позволят нам приблизиться к целям национального развития. Всё это вместе и уверен, и составляет цель всей нашей жизни. Ещё раз говорю это без всякого преувеличения, потому что каждый из здесь сидящих многое сделал уже на своём жизненном, профессиональном пути в служении Отечеству. И когда мы говорим о служении Отечеству, прежде всего, конечно, особенно сейчас, в этот период нашей истории, конечно, перед глазами встают наши бойцы, наши герои, которые сражаются на линии боевого соприкосновения, с оружием в руках, защищают интересы и отстаивают интересы нашего народа. Но это также относится ко всем другим направлениям. Я их только что перечислил, не буду повторяться. Но от совокупного результата каждого зависит результат страны в целом. Это, собственно говоря, всё, что я хотел сказать. Главная цель, повторяю, нашей встречи заключается в том, чтобы сказать вам слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку. И я и вам желаю успехов, дальнейших успехов на вашем жизненном пути, в профессии. Есть ещё один элемент, на который я хотел бы обратить внимание. В предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений. Примерно 40% по предварительному анализу – это просто слова поддержки в адрес кандидата, за которого люди решили проголосовать. И я за это очень благодарен. Но всё остальное, а это около 60%, это конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям. И знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие 6 лет. Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить всё то, что вы услышали, то, что получили от людей. Как много раз уже говорил, и мы с вами это прекрасно понимаем, вот эта обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы. Потому что только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании. И только таким образом можно добиваться конечного результата. Поэтому я предлагаю всё, что до вас дошло, всё, что вы слышали от людей, всё, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов, обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению. Я вам со своей стороны тоже обещаю, что на целью на эту работу все наши исполнительные органы власти, конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной Думы, я вот с лидерами фракции вчера встречался, все нацелены на совместную созидательную работу. И в завершение просто хочу ещё раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку. Владимир Владимирович, спасибо огромное за тёплые слова, спасибо за оценку нашей работы. И за оценку работы всего выборного штаба, всех ребят, молодёжи, которые действительно проявили героизм, особенно в прифронтовых районах. Они принимали активное участие в выборном процессе, они также принимали активное участие в организации выборов. Действительно, прифронтовые районы, жители прифронтовых районов можно назвать героическими людьми, потому что несмотря на угрозы Запада, на их попытки сорвать выборы, провести диверсии, мы знаем, что был неоднократно осуществлён обстрел прилегающих территорий, люди всё равно консолидировались и пришли на выборы и поставили тот восклицательный знак в выборах, который мы увидели в итоге в процентном соотношении. Явка была огромная, огромная поддержка именно всего населения нашей большой страны. Мы провели совместно, я не знаю, тысячи, наверное, встреч, мероприятий с нашими избирателями. Да, действительно, мы набрали огромное количество обращений, и они ещё до сих пор поступают. И поступают и на личные почты наших доверенных лиц, и на почту избирательного штаба. Да, мы обобщим все эти данные полностью, мы работаем, анализируем. Некоторые вопросы, в принципе, решались непосредственно уже в регионах, в которых мы были, потому что там они были на регионального уровня. Руководство регионов активно принимало также участие в решениях вопросов. Но все остальные вопросы, которые действительно глобальны и нужны непосредственно ваше участие, они будут полностью обработаны, обобщены и переданы вам для изучения. Часть вопросов после результата встречи 30 января вы все слышали на послании нашего президента. Были практически в полном объёме озвучены в программе развития нашей страны. Огромная благодарность от всех нас, от жителей России, за то, что вы слышите чаяния народа. И, как вы сказали, вы не любите обещать, вы делаете. Спасибо вам огромное за ваш труд. И всем нашим жителям, всем избирателям, действительно, за их героическое и патриотическое подвиг, которые они пришли и дали свой избор. Для жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона это действительно историческое событие. Мы первый раз участвовали в выборах президента Российской Федерации. И то доверие, которое они показали своей явкой, действительно дорогого стоит. Мне много спрашивают, ожидаемый ли это результат. Я говорю, конечно, ожидаемый, потому что я живу в этом регионе, я знаю настроение наших людей, я знаю настроение наших парней, военнослужащих, которые выполняют свой служебный долг. Я знаю настроение врачей, настроение молодёжи. Они полностью вам доверяют. Вы наш лидер, вы наш президент, вы наш верховный главнокомандующий. Спасибо вам огромное за вашу работу. Мы, ваша команда, мы готовы работать 24 на 7, 365 дней в году, выполнять все ваши распоряжения. И действительно, как вы заметили, что работа на этом не закончена. Она только начинается. Мы действительно собрали программу на дальнейшее развитие нашей страны. И теперь будем принимать активное участие в реализации под вашим руководством. Спасибо вам большое. И хотел бы дать слово Костюк Марии Фёдоровне. Это мама героя, посмертно, Андрея Ковтуна. Ну и начальник управления по работе с регионами Государственного фонда защитника Отечества. Мария Фёдоровна. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, за время проведения избирательной кампании я проехала достаточно много регионов, начиная от моего родного и любимого Дальнего Востока и вплоть до сегодня таких же уже родных по духу и по смыслам Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области, где мы чаще всего сегодня находимся. И в основном встречалась с демобилизованными нашими ветеранами и семьями погибших. Это целевая аудитория фонда, фонда нашего «Защитники Отечества», который своим указом создали практически уже год назад. Что я хочу сказать? В нашем фонде мы не работаем, мы служим. И для нас это сегодня честь. Именно служение мы называем сегодня работу в фонде, потому что наши сыновья, наши ребята, они погибли при выполнении боевого задания, защищая мирную жизнь жителей Донбасса и Новороссии. И вот мы сегодня продолжаем дело наших сыновей. Мы сегодня возвращаем наших демобилизованных ребят к мирной жизни. Мы сегодня учим нашей семье погибших воинов заново начать жить эту жизнь. Конечно, было много встреч и с нашей молодёжью. И я вот сейчас хочу сказать перед всеми своими коллегами, близкими уже и такими родными, что наша молодёжь любого из нас сегодня научит настоящему патриотизму, истинному патриотизму. Огромное количество было встреч с женщинами различных конфессий национальности. И все они, насколько возможно и как возможно, помогают фронту. Были и встречи, что для меня было неожиданно, и такие сегодня граждане у нас в стране были. И пока ещё есть те, для кого специальная военная операция никакого отношения к их жизни, ни к смыслам их жизни не имеет. И они ещё считают её как чем-то таким необычным. Так вот, за всё это время и на региональном, и на муниципальном уровне я увидела, понимаете, уровень поддержки вас, Владимир Владимирович. Он, я могу сказать, огромный, я могу сказать невероятный, но он беспрецедентный. Общество сегодня, оно действительно консолидировалось вокруг вас. И даже несмотря на все какие-то внешнеполитические опасности, даже несмотря на то, что сегодня происходят какие-то внутренние противоречия, сегодня всё смывается, сегодня всё становится наглядно, более чёткие и понятные смыслы, более конкретно видны наши ценности. И те, кто сегодня уезжает, они либо, в принципе, очень долгое время пытались скрыть, что они ни с нами, ни с нашей страной. И я бы даже сказала больше, что вот наше общество сегодня для меня и для нас всех похоже на такой, знаете, уже как огранённый алмаз, когда все готовы сегодня служить Отечеству, и все готовы приближать победу. И, наверное, результаты выборов, они сегодня именно это и показали. А победа, победа, она нужна всем. Она нужна нашим героям, о которых вы сегодня сказали, да, которые сегодня там, на передовой, как итог, наверное, выполнения их воинского долга. Победа сегодня нужна семьям погибшим, как память о их сыновьях, как увековечение памяти их героизма в истории нашей великой страны. Победа нужна сегодня нашей молодёжи, как примеры и патриотизма, и примеры, я бы даже сказала, такого современного подвига, их современников, их ребят, которые сегодня, в принципе, с ними вместе растут. Победа нужна сегодня и всем нам, как смысл, как смысл величия нашей страны, как вера в будущее нашей страны, и как вера в будущее каждого из нас в нашей великой стране. Во главе с вами наш президент. Спасибо вам. Спасибо большое. Мария Фёдоровна, извини, пожалуйста. Вам спасибо большое за всё, не буду сейчас говорить обо всём, за самое главное, что вы сделали. Но и ваша сегодняшняя работа в высшей степени востребована, нужна. Мы, когда создавали эту структуру, когда создавали фонд защитников отечества, говорили о том, что задача её заключается в том, чтобы дойти до каждой семьи. Вот, конечно, это сверхзадача. Но в целом я вижу, что вы двигаетесь именно по этому направлению. И желаю вам успехов. Спасибо большое. Слово попросил Пикуровский Дмитрий Александрович, председатель Российского Союза сельской молодёжи. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья. От всей молодёжи нашей любимой страны я поздравляю вас и всех нас с этой однозначной победой. Для меня в эти выборы многое было впервые. Я впервые стал доверенным лицом, впервые принимал участие в дебатах, осознавая всю ответственность, страшно волновался, гордился и продолжаю гордиться. Уверен, что те же чувства испытывает и наша молодёжь, волонтёры, которых порядка 9 тысяч по всей стране, собирали подписи в поддержку, работали в избирательных штабах, на избирательных участках, также в качестве наблюдателей на выборах, в числе которых и иностранные участники Всемирного фестиваля молодёжи. Я смело могу сказать, что выборы прошли под эгидой молодёжи, которая активно шла голосовать. Мы это видим среди наших ребят Российского союза сельской молодёжи, других молодёжных общественных организаций. И я очень благодарю вас за то внимание, которое вы уделяете развитию сельских территорий, поддержке сельской молодёжи. Это программа «Кадры для села», где мы вместе с молодёжью создаём новый, современный образ сельских территорий. Это госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Это поддержка земских специалистов. Я уже говорил, что многое для меня было впервые. Я сегодня впервые выступаю перед вами. И надеюсь, что это будет не впервые. И наша молодёжь, наши ребята очень просили передать, что мы всегда вас поддерживали, будем поддерживать. Мы верим в вас, верим в село и гордимся Россией. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, у нас торжественное мероприятие в таких дворцовых кремлёвских залах, и оно соответствует моменту. Но мы никогда не должны забывать о том, какое значение для нас имеет село и те люди, которые на селе работают. Мы гордимся успехами тех, кто работает в сельском хозяйстве. Они просто невероятные. Я сейчас не буду перечитать эти цифры, но ещё совсем недавно, пару десятилетий назад, казалось, что да вообще даже не думали об этом. В голову не могло прийти, что у нас будет экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружений. Такого даже в голову не приходило. У нас, когда мы начали отгружать зерно на экспорт, проблема, знаете, какая возникла? Порты наши были приспособлены на приём зерна, а не на отгрузку. Вот такая проблема техническая возникла. А сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхоз отрасль становится всё более высокотехнологичной, современной. Но это всё в праздничных интерьерах всё говорится легко. Но продолжительность жизни на селе ниже, чем в среднем по стране. Она растёт у нас, слава Богу. Она достигла 73 лет в среднем. Но на селе меньше. Социальные условия скромнее. И ещё очень много можно чего сказать после вот этого «но». А это значит, что очень многое предстоит сделать на селе. И действительно, очень многие программы нацелены именно на это. Ипотека сельская сохраняется. Программа социального развития села сохраняется. Если мы говорим о первичном звене здравоохранения, то прежде всего и большая часть тех средств, которые направляются на это, предназначены для села. Во-первых, нужно увеличивать эту поддержку. И мы, безусловно, будем делать всё, что касается поддержки отрасли, поддержки социальной сферы. Если этого недостаточно, а всегда мало средств. Главное – смотреть, как они используются и насколько эффективно их использование. Будем совершенствовать все эти механизмы, в том числе и вместе с вашей организацией. Вам спасибо большое. Также хотел бы передать слово Кудрявцевой Анне Викторовне, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии имени Энгельгарда. Уважаемый Владимир Владимирович, я учёный, поэтому хотела бы сказать несколько слов о науке и особенно о научной молодёжи. Мой научный путь начался в начале 2000-х, и на тот момент единственным шансом сделать науку на хотя бы среднем уровне, что уж говорить о высоком, было уехать за границу. И действительно, большинство моих однокурсников, они переехали за рубеж, ну, либо же сменили просто сферу деятельности. Остались единицы. Ну, и вот с этого времени, по историческим меркам, это совсем небольшой срок, удалось в корне поменять ситуацию. И что я вижу сейчас как заведующий лабораторией, как заместитель директора? К нам в институт приходят ребята, молодые ребята с горящими глазами, их очень много. И действительно, у нас сейчас 160 тысяч примерно молодых учёных, и 44% из них, это молодые, вот это 44% от всего количества учёных. То есть доля молодых исследователей, она существенно выросла. В 2000-х годах это было порядка 20%. У нас одна из самых молодых наук в мире. И это всё благодаря вам и работе вашей команды. Огромное вам спасибо. То есть сейчас мы можем действительно на высоком уровне делать науку в России, в нашей стране. И всё это благодаря таким мерам поддержки, как появление, например, Российского научного фонда, это популяризация науки, огромную роль сыграло, как я считаю, общество знания, его реинкарнация, можно сказать. И по всей стране дети и взрослые, они узнают, что наука – это здорово, что наука – это модно, что это наше будущее, это будущее и основа нашего технологического суверенитета. Что Россия будет независима от технологий других стран, по крайней мере, основных технологий. И вот этот кадровый базис – это первый шаг к тому, чтобы мы достигли этого суверенитета. Это крайне важно. И огромное вам спасибо за это. И большое спасибо за то, что у нас был организован год науки и технологий, а теперь уже целое десятилетие науки и технологий. Что у нас строятся установки класса мегасайенсы в Протвино, в Дубне, в Скиф. Сборные проекты. От учёных огромная вам благодарность и спасибо. То, что я сейчас скажу, это не точная цитата, слово в слово, но по смыслу это то, что было сказано. Академик там когда-то сказал, что следующий век будет веком биологии, так же, как наш является веком физики. Ну, значение физики никуда не уходит, но то, что биология становится не менее важным направлением исследований, чем физика, это совершенно очевидно. И, безусловно, во многом за этим будущее. Но вот соединение всех этих направлений даёт максимальный эффект. И мы гордимся достижениями наших учёных. Действительно, сегодня мы наблюдаем значительное омоложение науки. Очень много исследователей до 35 лет возраста, когда люди добиваются наилучших результатов своей творческой деятельности. И я очень рассчитываю на то, что вот те мероподдержки, которые сейчас государство предлагает и которые использует, я говорю там о мегагрантах, вы наверняка всё это знаете хорошо. Это привлечение наших специалистов, которые когда-то выехали в другие страны, там работают успешно, добиваются результатов, становятся лауреатами Нобелевской премии. Я знаю, я с ними общался, встречался. Многие из них возвращаются временно, для кого-то эта временная работа превращается в постоянную работу, создают здесь свои лаборатории, привлекают в эти лаборатории молодых исследователей, гордятся ими. И мы вами гордимся. Ждём от вас результатов. Со своей стороны сделаем всё, чтобы вас поддержать. Спасибо, Анна Викторовна. Также слово попросила Немцева Светлана Алексеевна, главный врач Староскольской окружной больницы, святителя Луки Крымского. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие. Я из Белгородской области. В Белгородской области сегодня трудные времена, особенно в приграничных районах, Белгород, Гроворонский округ, там сегодня ежедневные обстрелы. И нам очень важно ощущать вашу поддержку. Те решения, которые вы принимаете, в частности, создание особой экономической зоны, выделение средств на восстановление разрушенного жилья, на поддержку экономики, аграриев, бизнеса. Это, безусловно, важно для каждого жителя Белгородской области. Для меня, как для врача, очень важно ваше решение, ваша поддержка строительства нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в городе Белгороде. Владимир Владимирович, год назад, 15 января, мы с вами открывали инфекционный центр вместе с нашим губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым в Старом Москоле. Это второй инфекционный центр, такой же в Белгороде. И это говорит о том, что мы создаем равные условия для жителей, как в столичном регионе Белгородском, так и у нас в Старом Москоле. Качество и доступность медицинской помощи, она становится равной, и хорошая медицинская помощь доступна жителям, в том числе и в сельской глубинке. Вот сейчас, во время предвыборной кампании, я проехала все районы, и я видела, какое огромное значение и какой огромный результат. Это проект модернизации первичного звена. Ну, вдуматься, в каждой центральной районной больнице ремонт, в каждой центральной районной больнице новейшее оборудование, цифровые маммографы, флюорографы, УЗИ-аппараты, ЭКГ-аппараты. Я смеюсь, говорю, ну, у вас нет видеоэндоскопического комплекса в маленькой ЦРБ, абсолютно маленькой. Они говорят, да пойдемте, открывают кабинет, вот в ноябре получили национальный проект. Другая ЦРБ тоже совершенно небольшая, а у нас есть аппарат СКТ. Это очень важно, и вам огромное спасибо за то, что этот проект будет продолжен, модернизации первичного звена. Спасибо огромное от всех медицинских работников села за то, что повышаете заработную плату. Сейчас уже с марта, в апреле будут эти выплаты. И хотелось бы попросить обратить внимание на госпитальное звено, на больницы, стационары, на их ремонт, реконструкцию, постройку новых стационаров. И, в первую очередь, роддомов и детских стационаров. И еще, о чем хотелось бы попросить от лица всех медиков, это развитие реабилитационного звена, вот совершенствование его, и чтобы тоже в каждом небольшом районе, в небольшом городе было доступно это звено реабилитационное, в том числе и для наших ребят, которые вернутся с СВО. Я провела более 60 встреч, это около 3-4 тысяч человек, и везде я видела и ощущала огромную поддержку в ваш адрес. Наши противники усилили в последние дни давление на нас, но обстрелы Грайвера и Белгорода, наоборот, нас сплотили. Они не достигли того результата, на который рассчитывали. Мы объединились. Ни один врач из Белгорода и обстреливаемых районов, и вообще Белгородской области не уехал и не бросил свое рабочее место. Я уверяю вас, мы не сдадимся. Мы верим в вас, мы вместе с вами, и победа будет за нами. Спасибо. Светлана Алексеевна, прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу сказать, выразить слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем всё, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жильё. Ну, и по многим другим, не буду всё перечислять, есть над чем работать, и мы всё сделаем, всё, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это и сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему это противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же, вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. У нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили. Что касается, так скажем, гражданской составляющей того, о чём вы сказали, на первичном звене здравоохранения, мы эту программу продлеваем, соответствующие ресурсы выделяются на эти цели. И здесь нет никаких сомнений, что это всё будет идти дальше. С упорой, как я уже сказал в начале, с упорой на сельское здравоохранение, на межрегиональные центры. Будем заниматься их оснащением. Уже значительное количество приобретено автомобильной техники, ну и специальной медицинской техники. Конечно, мы уделим необходимое внимание, так же, как и подготовке кадров. Вы упомянули о повышении уровня оплаты труда в небольших населённых пунктах. Ну, всё вроде как и неплохо, а с другой стороны, кадров-то не хватает, значит, чего-то мы недорабатываем. И вот повышение скромное, но всё-таки повышение уровня оплаты труда в небольших населённых пунктах – это как раз первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов и на селе, в районных больницах, в других медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения. Вот всё будет осуществляться. И вот я вначале сказал, что было бы очень полезно, если бы вы обобщили ваши предложения, а мы учли бы их в конкретной работе. Вот это я уже услышал. Ну, честно говоря, мы об этом знаем. Но если есть какие-то дополнительные соображения, пожалуйста, ещё раз вам говорю, обобщайте, к нам присылайте, будем над этим работать. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Владимирович, хотел бы от личного состава всех доверенных лиц, от личного состава избирательного штаба, от личного состава всей вашей команды, команды президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех граждан Российской Федерации, да, наверное, не побоюсь этого слова, и практически от большого количества граждан всего мира, от нормальных граждан, которые понимают жизненную ситуацию, поздравить вас с выигрышем, с победой. Поздравляем вас сердечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Здесь... Спасибо. Коллеги, которые... Позвольте мне обратиться именно так к вам. Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, и поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.